Лекция нашей сегодняшней форумы – сущность и исторические типы государств. Значит, эту лекцию я читаю уже тут раз в двенадцатой мере. И каждый раз за такими основными тезисами я разворачиваю какое-то новое содержание из общей теории научного социализма. Ну вот в том числе и сегодня такое интересное содержание. Я разверну, не знаю, насколько вы его схватите, поскольку это такие непростые материи. Кстати, о материях. Ладно, чуть попозже я о материи государства затрону вопрос. Вот труд, великий труд Томаса Гоббса, «Левиафан» – «Материя, форма и сущность государства» его труд называется. «Материя государства». Вот эта материя государства, она полностью ушла. Вот с тех пор никто не поднимал вопроса, а что вообще такое материя государства? И вы, конечно, не знаете. И мы не знали. И я не понимал. Вот, если хотите, до прошлого года. Только в прошлый год. Вот изучая тему суверенитета, я понял, что материя, она исчезла. И никто не знает. Не знал. Причем и у самого Томаса Гоббса это как-то так проскакивает очень быстро. И даже в самом этом трактате фактически не ведется речь. Там в другом трактате о человеке, там в другой части трактата о человеке, значит, немножко так затрагивается этот вопрос. Поскольку он действительно сложный. И тогда вряд ли его можно было развернуть. Это только чудо, что Гоббс до этого дошел. А дошел он до этого потому, что у него в друзьях был такой философ Гассенди. Атомист. И еще в 17 веке атомную теорию развивал. Немокрит. Тоже выдающийся философ по-своему. Да. Так, значит, вот формы, сущность, материя, можно сказать, и исторические типы государства. Значит, это все в русле научного социализма. Научный социализм это что такое? Это наука, занимающаяся изучением построения коммунизма на базе капитализма. На базе капитализма. Это, наверное, последнее место. Можно поставить. Так что такое научный социализм? Это общественная... А, научный социализм изучают общественную формацию коммунистическую. Это изучает весь марксизм ее формацию. А научный социализм что изучает? Это, скорее, материалистическое понимание истории, о чем вы говорите. А научный социализм – это что за наука? О чем она? Да. Вот вопрос. А наука – это и есть точное знание в понятиях и определениях. Точное знание. Знание в точных определениях и законах. Поэтому мы-то, значит, очень скрупулезно относимся к этому делу. Даже вот наш разговор начался, он со скрупулезности, с точности. Вот не диктатура будет, а революционная диктатура. Одно словечко – оно несет гигантский смысл. И нужно понять, почему, скажем, тогда в то время они так не использовали революционную диктатуру Патрията. Ленин все время почти говорит о диктатуре Патрията. Есть у него там два-три революционные диктатуры Патрията? И у Сталина есть. Но так как бы собой разумеющимся. Почему? Потому что они-то диктатуру Патрията устроили, она была революционной. И тут как бы дополнительных определений не надо. Речь была о революционной диктатуре. Так что точно все это нужно. Все. Научный социализм – это наука о политике, политическая теория марксизма. Скажем, у Аристотеля труд так и называется – политика. Причем у Аристотеля политика есть высшая из всех наук и искусств. Высшая. Почему она высшая? Потому что она трактует о высшем благе. Какое благо является высшим, стало быть, встает вопрос. Какое благо является высшим? Преобразование общества, наверное. Общественное благо. Да. Общественное благо. Какое – высшее? Да, вот он. Надо удивиться, что есть высшее сначала. Ну, так она иди. Что вам мешает? Да. И вот, конечно, со времен Аристотеля как-то он этот вопрос не стоял. Достаточно было Аристотеля. Это высшее благо – это хорошо устроенное государство. И вот мы сейчас-то это почувствовали. И вот в бане сейчас мужики. Вот, как хорошо было в Советском Союзе-то. Я говорю, чего же вы, прохлопали ушами. Почему? Потому что тогда медицина была обеспечена. Но у проволоки ее даже не замечали. Надо что-нибудь. Ну, пошел, там-то сделали. Не было проблем или подозрений, что там-то что-то не сделали. Продукты все были натуральные. Начиная от пива и водки и кончая мясом. И колбасой. Вот сегодня завели мужики разговор. Вот колбасы теперь навалом. Я говорю, назовите мне город, где продают вот ту вот колбасу, которая была в Советском Союзе по 2.20 отдельно. Я съезжу. Но некуда ехать. Есть, правда, по полторы, по две, по три тысячи колбаса. Она тоже хорошая, конечно. Она недоступна рядовых покупателей. Так что о высшем благе. О высшем благе хорошо устроено государство. Как здоровый организм, он не чувствует своих органов. Здоровый человек, он не чувствует своих органов. Больной такой, ах, сердце, ах, там почки, ах, еще что-нибудь. Так и в государстве, когда оно хорошо устроено, оно не чувствуется. И вроде так, как будто так и надо. А вот еще рынок будет, тогда совсем. И мы побежали за этим рынком. Так что научный социализм – это политическая теория. Что значит политическая? Это значит учение о политике. А политика что значит? Это классовая борьба за завоевание, нацией, нацией, классов. Или наоборот. Классовая. нацией, партией. То есть три главных субъекта участвуют вот в этой борьбе. Классы, как правило, организованы в партиях. Нации, понятно, в классах и в партиях. И вот эти силы и борются за завоевание, удержание и развитие государства. И это, конечно, надо четко понимать. Вот о чем идет речь в политике. Ну и научный социализм – это наука о стратегии, тактике рабочего класса по завоеванию, удержанию и так далее. Или в политической борьбе классов наций, партий. Вот о чем идет речь в научном социализме. Ну и тут встает вопрос, стало быть. Ну а что такое государство-то? И что такое государственная власть? Государство – это аппарат насилия одного класса над другим. Осуществляется путем диктатуры с интересом Каваса, который стоит у власти, как бы в управлении государством. Да, вот обычно вот на этом сосредоточиться, что это аппарат. И Маркс, и Ленин, и мы. Но аппарат или машина еще иногда говорят, да? Ну а у этой машины машиниста есть? Ну, руководит класс. Класс прям взялись в руки и руководит. Представитель класса. Авангард класса. Авангард класса, да. Да, да. Авангард класса, да. 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 Тогда вопрос. Что такое власть? Власть – это неограниченная ничем воля господствующего класса? Выраженная в законах – это право. А власть? В выраженной в законах воля господствующего класса – это право законодательства. А власть что такое? Да. Власть-то что такое? Не знаете, что такое? Вот и на. Завоевание власти. Некоторые товарищи готовятся захватить власть. А что такое власть? Чем ее захватывает? Да. Чем ее захватывает? Да. И можно ли это сделать? Ставим мы вопрос. Скажем, можно ли захватить сейчас буржуазную власть? Вы ее просто так не захватите, во-первых. Во-вторых, захватите вы буржуазную власть. И что вы с этой буржуазной властью будете делать? Должен быть человек воздействия, что-то захватывать. Да. Власть – это способность господствовать. Это способность подчинять воле других, навязывать свою волю другим. Она многообразно, начиная от власти отца или родителей в семье и кончая высшими органами государственной власти. Это воля. Воля властвовать, воля господствовать. Концентрированная воля, сознательная воля, подготовленная и готовая власть. Властвовать могут не все, даже обладающие волей. И, как и в жизни, все-таки одни люди, значит, так более-менее влияют как-то так, определяющие на волю других. А другие все-таки так прислушиваются. А что говорят люди, которые, значит, вот так вот воздействуют на волю? Это обычное отношение между людьми. Отношение признания. Признают тебе личность человека, умного человека или властного человека, или еще кого-нибудь. Или не признают. Или ты признаешь, что вот этот человек, такой толковый, руководящий, как бы даже призванный руководить. Надо ему, хорошим делом занимается, надо ему помочь. И, стало быть, каково устройство государственной власти? Из чего, можно сказать, она состоит? Государственная власть. Ну, это большой вопрос. Если мы будем тут полный состав разбирать, у нас и занятий не хватит, да? Много еще она стоит. Я хочу сделать главное различие, которое не делается. И уже давно не делается. И у вас его нет. И я хочу вас к нему подвести и вас натолкнуть на размышления в этом направлении, чтобы вы подумали. Потому что это такая большая и важная тема. Вы различаете верховную власть? Вот во всей власти государственной, да? Верховную власть вы различаете? – Почему? – Ну, кто это верховная власть? Что это? – Определение пока негативное. Тут не определение, тут название я пока прошу. Президент. – Президент. – Точно. – Я понимаю, что вы так думаете. Я хочу, чтобы вы так подтвердили уверенно, что президент. А, президент? Где-нибудь это сказано, что президент – у нас верховная власть? Это нигде не сказано, что он – верховная власть. А это принципиальный вопрос. Что? Кто верховная власть? И есть она в государстве или нет? Она, конечно, есть. Другое дело – кто? И вот этот вопрос власти, особенно верховная власть, она его замыливает. Поэтому эта тема и не фигурирует. Потому что верховная власть – это как-то невыгодно. Она все хочет так это дурачком проскочить, чтобы этого никто не видел. А она, значит, вот властвует. Значит, вот в политической теории, начиная с Аристотеля, кончая нами, речь идет о публичной власти. Не какой-то там закулисный, там какие-то масоны, или там банкиры, или еще что-то такое. Они, конечно, да, они власть, они сильное влияние оказывают на власть. Но это какие-то общественные все-таки токи влияния на власть, да? А мы говорим всегда о государстве, о публичной власти. И именно этот момент акцентируется. И у Маркса с Энгельсом, и у Ленина, и у Сталина речь идет о публичной власти. Поэтому мы понимаем, что банкиры там, олигархи, они влияют, но они влияют. А власть, она власть, причем верховная. И что такое верховная власть тогда? Исполнительная, законодательная, судебная. А верховная что? Да. Вот в этом и вопрос, что раз это скрывается, значит, у нас верховная власть где-то в тени. Эти три власти, они тут где-то вот болтаются посередине, да? Без руля и без литрил, якобы. Еще нам внушают мысль, что разделение властей, то есть они разделенные. Скажем, это вот голенный обман, такой злобный, злостный обман трудящихся народов. Причем, когда эта теория развивалась в 17 веке, особенно Джоном Локом в Англии, она имела тот позитивный смысл, что она разделяла сущую феодальную власть. Она призывала разделить власти, чтобы феодальная власть ослабла. И в сознании людей, значит, эту мысль внушала, что нужно разделение власти. Конечно, феодальную власть нужно разделить, ослабить и… Заматично. После того, как буржуазия завоюет власть, она, значит, одурачивает, особенно других, что нужно разделение. И наших дурачков, и в КПСС, и, значит, в оппозиции она так и одуряла. Нужно разделение властей. Вот, значит, КПСС ушла, теперь у нас есть и эти власти, и эти. Вот нужны тут противовесы, тут разновесы, и у нас будет демократия. Но как только возник первый кризис политический в 1993 году, сразу обнаружилось, что никакого разделения властей нету. А есть президент, которому отдана вся власть, только возьми и разрушь это. Как Чувайса говорит, нам нужно разрушить коммунизм. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи. Каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. Двадцатый. А первый вопрос один. Каждый появившийся честный собственник в России – это необратимость. Это необратимость. Точно так же, как 1 сентября 1992 года первым выданным баучером выхватили буквально из рук у красных решение об установке приватизации в России, точно так же, каждым следующим шагом мы делились ровно в том же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решила совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал тогда уж, тем более на Западе. Она решила главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили ее полностью. Вот, поэтому, Борис Николаевич, Верховный Совет, кстати, называется Верховный Совет. Вроде бы, Верховная власть. Но понятно стало, что никакая это не Верховная власть. Называется Верховный Совет, но мы знаем с вами еще от братьев Жемчужных или от Козьмы Пруткова, который говорит, если на клетке с Буйловым написано «Тигр, не верь глазам своим». Так и мы. Мы, конечно, не верим, что это Верховная власть. Это орган называется Верховный Совет. А Верховная власть в другом месте. Она была дана Ельцину. И кем она была дана Ельцину? Отчасти, вроде, были выборы. Отчасти Игорь Горбачеву притащила ЦРУ. Я далек от мысли, что, значит, вот Запад, ЦРУ, тут нам устроили переворот и так далее. Но что они содействовали, сомнений нет. Слово Юрию Владимировичу Скокову, секретарю Совета Безопасности. Что Козырев разговаривал с госсекретарем о «борьбе Ельцина против его консервативных оппонентов». Конец цитаты. И госсекретарь США просил передать президенту России, что его действия одобряются правительством Соединенных Штатов. То же самое спешно заявил в тот же день американский президент Клинтон. Так вот, что же конкретно было одобрено у нас в стране правительством Соединенных Штатов? Вот вам дословное заявление об этом представителю администрации президента Клинтона. Кавычки начинаются. Если Ельцин приостановит деятельность антидемократического парламента, то это нельзя обязательно считать антидемократическим актом. «Мы не прервем автоматические отношения с Россией, не отменим встречу на высшем уровне с Ельциным, не заморозим программу помощи из-за введения в Москве президентского правления и приостановки деятельности парламента». Кавычки закрываются. Конец цитаты. «Это было заявлено в Вашингтоне зуа неделю до обращения нашего президента 20 марта, когда он, по сути, и приостановил деятельность российского парламента и съезда народных депутатов, и ввел по существу президентское правление, то, что он назвал режимом особого управления». В субботу, после вот этого заявления Белого дома, 13 марта, в последний день работы Восьмого съезда, президент Клинтон открыто призвал к максимальной поддержке президента Ельцина и сказал дословно следующее. «Это, как я полагаю, в высшей степени в интересах Америки». Кавычки закрываются. «Это часть очень четкого внешнеполитического курса, осуществляемого Министерством иностранных дел России, и прежде всего, это политический курс российского министра иностранных дел Козырева». Поэтому он дал пинка и законодательной власти Верховный Совет разогнал, и судебную власть разогнал, и вообще правилах, как единочальник. И Конституции 93-го года она сделана под единоличного диктатора, потому что и ЦРУ, и наши подонки, они знали, что вот разрушитель хороший, ему можно отдать всю власть, он все сделает правильно. Поэтому у него была и была Верховная Власть. И отсюда ясны и возможности и чаяния других властей – законодательной, исполнительной и судебной. Они как называются? Они называются высшие власти. Вот у нас в нашем общественном сознании и в научном сознании вот сейчас, на данный момент. Значит, эти вещи не различаются. Высшие власти, Верховные власти – это вроде одно и то же, ничего подобного. Но это принципиально разные вещи. Ещё раз спрашиваю. Что такое Верховная Власть? Я отвечаю. Верховная Власть – это такая, которая исходит из самой себя. Вот она властвует, она создаёт все другие власти, поэтому вот она есть власть, она себя утверждает, поэтому она господствует над всеми другими властями, властями создаёт их. И это вот тоже дошёл я позапрошлом году, ещё раз изучаясь, работа Ленина 17-го года. Первый же декрет второго съезда советов рабочих и карьеров, солдатских депутатов, сразу же говорит – вся власть, съезд советов берёт всю власть в свои руки. В свои руки он берёт власть и чихает он на всех других. Он исходит из себя, он сам, он самость, политическая самость. И вот это принципиальное ознавание. Я в статье вот не вышел в сборник, к сожалению, видимо, к маю всё-таки он выйдет. Я там привожу для сравнения учредительное собрание, стенографический отчёт об учредительном собрании, который прошёл 5 января 18-го года, помните, после революции. Как учредительное собрание собралось, вроде бы, учреждать новую власть, и они не знают, что делать. Начинается дискуссия. Ну, а кто будет вести учредительное собрание? Ну, давайте самому старшему дадим. Вышел дедушка, хотел, значит, открыть собрание, его там засвистели, заорали, он испугался. И только крикнул, считаю собрание открытым, и сбежал с тревоги. То есть, комедия. А большевики, поскольку Ленин обсуждал весь 17-й год этот вопрос, поскольку были собрания, на которых обсуждались все эти вопросы, всё было чётко сформулировано. Съезд берёт власть в свои руки. Точка. Всё. Он верховная власть. Поэтому он и создаёт высшие власти. Он этот орган. Он не орган. Вот он не орган. Вот тоже в том году я только дошёл. Что? И у нас органы власти. Верховный орган власти, Верховный Совет. Так если он орган, то он не верховный сразу по определению. Он орган чего-то. Орган – это орган чего-то. А власть, она вам не орган, она сама власть. И она создаёт органы власти. Первый орган, какой она создала? Орган. Какой? Орган. Какой? Какой? Ну, здрасте. Совет. Советы. Они созвали свой съезд. Съезд Советов. Съезд Советов и есть Верховная Власть. Он и говорит, что мы берём власть в свои руки. Съезд берёт власть в свои руки. Кстати, по-гречески «эньо» – власть, господство и правление лошадьми. И это вот в конной повозке конница, когда на этих самых, как они называли, колеснице, да? Он держит вожжи в одной руке, а меч в другой. Вот «эньо» – власть. Она имеет вот этот образ. Кстати, другой образ для управления, тоже греческий, и он более употребим. Как управление по-гречески-то? Знаете вы все. Коверно, губернатор или кибернетика – это всё один и тот же корень. Управлять. Чем управлять? Это называется рулевой на древнем судне. Вот кормилом правит этот коверно. Он управляет судном и командует парусами. Ну, чтобы делали там паруса, как положено. Он – губернатор, да? Власть и управление сталывать – это принципиально разные вещи. Одно дело – властвовать и назначать управленцев, в том числе и высшие власти. Кстати, власть, она даёт властные полномочия и высшим властям, и средним властям, и низшим властям. Они – все власти. Но среди них есть верховная, которая действительно властвует. Остальные – они скорее управляют. Можно их назвать – и властвуют, да. Местная власть. В своём управлении, да? Местная власть. Она тоже власть. Но она – власть не самостоятельная, не самость. Не господствует. Господствует верховная власть. И когда вы делаете вот это различие властей и верховных властей, и когда вы с этим различием смотрите на дальнейшее движение советской власти, становится понятным, куда и как оно изменяется. И почему приходит 1936 год? И почему приходит 1953 год? Война привела к тому, что у верховного главнокомандующего сконцентрировалась вся власть – и верховная, и военная, и правительственная, исполнительная. И когда он вдруг умер, никто не знает. Я даже думаю, они не поняли, с чем они имеют дело. Они бросились распределять портфели. Все схватили портфели. Главным портфелем им казался портфель, или портфель, как правильно, премьер-министр, председатель Совета министров. И за него и схватился Маленков. Сталин – это председатель Совета министров. Маленкову это дали. Другие прохватали другие. Берия несчастный схватил аж два министерства. Министерство внутренних, министерство, значит, безопасности, то есть как бы внешней обороны, внешней безопасности. И только бедному Хрущеву ничего не досталось. Ни одного портфеля. Он поэтому и стал тем энергическим двигателем, кто ринулся более других резко в борьбу. Да. И ему, в конце концов, и свалилась верховная власть. Он и председатель Совета министров, и начальник партии, и, значит, в какой-то мере нацелился на председателя Верховного Совета. Хотя в это время председатель Верховного Совета, казалось бы, преемник съезда Советов, да, он оказался никому не нужный. Он сам там, после Свердлова дедушка, он уже как-то, особенно после Ленина, уже не воспринимался очень, очень властным таким человеком. А после него там всякие шверники и прочее, они не воспринимались уже как верховная власть на самом деле. То есть, название Верховный Совет, но это не верховная власть. Верховная власть сосредоточилась, это же была война у Сталина. И так она как-то за ним сохранилась до смерти. И потом вдруг свалилась на… ну, не свалилась, а он завоевал её в очень подлой, коварной борьбе. Но эта власть свалилась человеку такому недостаточно грамотному, недостаточно честному, недостаточно партийному и отягощённому преступлениями, в том числе сына. И об этом все знали. И я только не понимаю, как люди серьёзные, типа Кагановича, Молотова, Микояна, они всему этому делу споспешествовали. И пропускали в свою сторону такие удары, оскорбления даже, пошлости. То есть, ну, можно было, ну, если не ударить в морду, то по столу. Ну, уж если не по столу, то уйти вообще. Вам же уже 70 лет, чего вы хотите? Идите, отдыхайте. Но нет, всё держались за властью. Так что верховная власть свалилась в единоличные руки. И это была катастрофа. Вот она с чего началась. Был съезд советов, верховный орган, верховная власть. И в нём были токи от всей промышленности и сельского хозяйства, рабочий класс и крестьяне. И в нём интеллигенты, которые руководили революционной борьбой, прошли тюрьмы, изучали Маркса, Энгиса, Ленина, Сталина. И вдруг это всё попало в руки мирозавца. Да. Ну, и мы-то это рассматривали в категориях сущности форм. Сущность всякого государства есть диктатуры класса господствующих. Ни их сомнений. Формой государства социалистического являются советы. No problem. Написано. Но, а что является материей-то этого государства? И вот про материю, значит, со времён Гоббса, ну, Аристотель, он как-то у него действительно этой проблемы не было, о материи государства. Он почти не различал государство и общество, Аристотель. Он когда говорит о государстве, он и имеет в виду общество. Гоббс различает и вводит впервые понятия, значит, материя, из которой состоит общество. Общество состоит из неорганизованных людей, из людей, из индивидов. А государство состоит из граждан. И не всякий, значит, человек является гражданином. Все граждане – человеки. Но не все человеки – граждане. Причём само это понимание гражданина и понятие гражданина и различие между человеком и гражданином, оно введено у Аристотеля. И у Аристотеля и у Платона много размышлений. Кто такой гражданин? Почему? Потому что в каждом государстве гражданином признавали разные категории людей. Причём в одном государстве в разное время разных людей. Например, скажем, когда спокойная жизнь в Афинах, то в граждане принимают, принимают в граждане каждого человека индивидуально на собрании специальная комиссия. Исполнилось 18 лет кому-то там. Родители просят принять его в граждане. Сидит комиссия. А папа твой кто? А сколько лет он живёт в Афинах? А где его родители жили? А мама кто у тебя? А кто её родители? И когда выяснится, что оба родителя были гражданами, что за ними не было там проступков каких-то, ну ладно, тебя запишем в граждане. А если у тебя что-нибудь мама там не та или папа что-нибудь не то, тебя не запишут в граждане. И не будешь ты гражданином. И ты не будешь права носить оружие и участвовать в войнах. Или в другой ситуации в Спарте, перед её концом, Холиомед, царь. Значит, нападает Македония. У него армия жиденькая осталась. И он решил обратиться к Илотам, ну почти рабам, рабам можно сказать, чтобы из них кого-то набрать в армию. Набрал он их в армию. Эта армия ему тем помогла. А в армии, значит, сначала их нужно признать гражданами. Набрал он их, сделал гражданами. Но из них граждан не сделаешь. Кстати, даже как и сегодня, Владимир Владимирович говорит, вот мы сделаем новую элиту, которая воевала там, на Донбассе. Вот она элита, настоящая элита, говорит он. Так, если вы встретились, я бы сказал, Владимир Владимирович, элиты, они так не делаются. Хорошо, если члены, идущие в элиту, прошли армию. Это хорошо. Более того, без этого нельзя. Поэтому Горбачёву нельзя было давать пост в центральных органах партии и власти, и государства. Потому что он не был в армии. И этот момент очень хорошо обыграл Бушин. Рекомендую его, значит, выступление на съезде писателя СССР в 90-м году. И он как бы показывает, сравнивает его с полковником Тарасом Бульбой, с другими. И показывает, что он мурлов Горбачёв в 90-м году. Вот эта элита как себя ведёт. Она чихает и на Горбачёва, и на этот съезд, который смотрит Горбачёву в рот. А издевается над лидером партии, который на самом деле лидером партии не является, а предателем является партии. Поэтому Бушин – это элита из элиты. Вот он – элита. Если говорить вообще об элите. А так элита не делается. Мало ли там прошло какого народа. В том числе вагнеровцы, например. Хорошо служащих, хорошо подчиняющихся, хорошо выполняющих стадания – да, наберёте. А служащих, граждан, способных вести государство к вершинам научно-технического прогресса – вы так не наберёте. Это штучный товар. Его вот так вот воспитывают в РВОР. И в коллективах хороших. Так, материя. Материя. Значит, вот хорошо, что Томас Гопц поставил этот вопрос. И для него, стало быть, материя государства – это организованные граждане. Вот когда граждане собрались на собрание и выбирают, скажем там, или короля, или какого-то правителя, или какого-нибудь вожака хотя бы. Тогда они и являются материей государства. Но не просто эти индивиды, да? А это ж индивиды взрослые и семейные, как правило. Поэтому это отцы семейств. Отцы семейств и главы родов. Плюс, они не сейчас организованы для выборов короля, или президента, или ещё кого-то. Они ещё до этого организованы в общественные организации во всякие. Какие? Общественные организации. Какие бывают? Профсоюзные. Профсоюзные, да? Профсоюзные. Религиозные. И, кстати, во времена Гопца, вот даже время, когда он написал эти произведения, это канун и начало английской революции, 1800... 1648-1651-1652 годов. Так она продолжалась ещё долгое время. Вот он перед самой этой бучей написал трактат, и во время неё. И его трактаты появились, ну, очень кстати, для лорда-протектора Кромвеля. Вот он, Кромвель почувствовал духовную основу, почувствовал, что происходит, и что надо делать, что надо действовать, как надо действовать. Причём Гопц до этого, он воспитывал королевских сынков. Он не человек с улицы, и не просто заштатный профессор. И был знаком с европейской элитой. Вот Закасенье, в частности, французским философом, о котором я вспоминал её. То есть, он это всё хорошо знал и понимал. Он был глубоким философом, глубоким теоретиком, политиком. Так вот, последователь Аристотеля чувствует, что Аристотель у него обглодан до последней косточки. И он это хорошо понимает, и он это нам объясняет. И теперь, после вот этих всех, мы можем понять его более глубоко, чем он сам себя понимает. Значит, религиозные. И, кстати, революция, она родилась из религиозных расприй, из религиозной борьбы. А развелась она в том числе в борьбу за суверенитет. И первый человек, который и стал бороться за свой суверенитет, и, можно сказать, на этой почве пострадал, это английский король Эдуард VI, по-моему, которому Папа Римский не разрешал жениться. Там восьмой или седьмой раз, я уже не помню, он собрался жить. Любвеобильный был человек. И тут. Генрих. А? Генрих. Или Генрих. По-моему, да, шестой. Ну, Бог, не в этом дело. Отец Елизавета. Да. А дело в том, что вот ему нужен был суверенитет. И борьба суверенитет, вот за суверенитет, вот она с этого начинается. Со свободы римской католической церкви. Кстати, в 520 году началась реформация. Это XVI век. В 1520, да. Реформация. И тут где-то в 1560, значит, вот эта история с английским королём. И в начале XVI века началось возникание многих-многих религиозных сект, то есть религиозных партий. И борьба между ними в Англии особенно очень острая. И борьба вот этих политических организаций, религиозных организаций, религиозных организаций стала и политической борьбой. И, скажем, в Английской революции действуют несколько таких там депенденты, левелеры и прочее. Это все религиозно-политические группировки. И это все общественные организации. И это все уже такие большие куски материи. Это уже вещи, предметы политические большие. Борьба между которыми и составляет политическую жизнь. Да, значит, итак, это материя. Значит, граждане, отцы семей и родов общественной организации. В том числе партии. Что такое партия? Партия – это что такое? Партия – это общественная организация, борющаяся за государственную власть. Все. Это общественная организация. Но она, в отличие от всех других, борется за государственную власть. Этот вопрос я, по-моему, разъяснил на прошлой лекции. Что, скажем, религия, да? Религиозная организация, как только она чего-нибудь вступает в выборы за кого-нибудь, она становится политической организацией. Не вмешивайтесь в политику. А будьте общественной организацией, если вы хотите морочить голову людям. Значит, семьи и роды, они являются той сердцевиной и противоречием, которое даёт жизненную силу всем – и гражданам, и общественным организациям и государствам. Это источник материальный, всё время пульсирующий всё новыми людьми, всё новыми индивидами, всё новыми семьями, всё новыми родами, вступающими в политическую борьбу. Здесь противоречие, здесь источник, здесь нерв. В какой-то мере, вот я его в своей ранней книге описал. Книга называется «Организация общества и государства. Решение противоречиям организации общества и государства». Значит, вот материя государства. И отсюда и формы. Кстати, это вот опять-таки подвинуло меня изучение. Не изучение, это возврат Гоббса. Я его когда-то читал, книжка у меня со студенческих времен дома лежит его. Не книжка, а собрать сечение. Но вот эти исследования, наконец, меня подвели и в Аристотеле я вычитал. Со времен того же Аристотеля мы знаем, и Аристотель говорит, и Платон. О трёх, Аристотель, о трёх видах государства. А Платона переводит о трёх формах. И теперь Гоббса я читаю. В одном томе одни переводчики пишут о формах государства, а другие переводчики в другом томе о видах государства. В чём дело? Дело как раз вот в этом. Что Гоббс, видимо, понимал, в чём дело, и писал о видах государства. А эти по привычке или по традиции пишут ещё и о формах государства. Ну и надо сказать, что и Гегель как-то вот он больше о формах писал государства, а поэтому и Владимир Ильич больше писал о формах государства. Это правильно, но всё-таки надо различать виды государства и формы государства. А для этого надо, прежде всего, понимать, чем отличается вид, что такое вид. Вид – это что такое? В какой-то из лекций раньше я разъяснял этот вопрос. Вот зря вы не записываете. Такие вещи надо записывать. Больше вряд ли где прочитаете. Вид – это определённый род. Вид – это род, только определённый. Род – это целое. Человек – это род. А женщина или мужчина – это вид. Два вида. Мужчина, мужской и женский. Два рода – мужской и женский. И поэтому они – два вида. Это как у Райкина была замечательная интерведиа. Дед и бабка нянчат внуков в парке. И вот заговорились, про них забыли. Какой-то заплакал. Вот. Они подвигают, а коляски одинаковые. Одеяльца одинаковые. «Чё? А где твой? Возьмите своего, а я возьму, что останется». В общем, не знают. Не знают, как отличить детей. Наконец бабка кричит. Обращается к всему. «Евгений Иванович! Евгений Иванович!» Надеется, что тот откликнется. Не откликается. «Евгений Иванович! Ой, наконец-то! Нашли различие! Что один у них мальчик, друг у них девочка!» Да. «Можно ещё раз? Ну, такой, ну, род – два рода и один вид. Вид – хомосабиенс, а род – мужской и женский вид, это?» Ну, род – нет. Род – это определённый вид. Я и сказал, подчеркнул, что это род, но определённый. Мужской род, он – мужской род, то есть вид. А этот – женский род, то есть женский вид. И вообще, глубокие различия, они и есть в природе уже в развитых формах, когда мы различаем виды и в социальной жизни, да, виды и роды. Так. Так, а что-то я на них… А, виды государств. Значит, два вида государств. Государство господствующего класса и государство подчинённого класса. И нора на первой ступени, они, значит, государство, форма государства одного класса рабовладельцев. И сущность у них одна по этому, да? Только олигархия – это богатый класс, богатая часть общества. А демократия – это бедная часть рабовладельцев, бедная часть общества, бедная часть граждан. Но через некоторое время… Вот сейчас я описываю этот материал, и как-то трудно мне даётся сделать вот это развлечение. Что вот на первых этапах рабовладение, оно было… Рабов обращали большей частью своих должников. И вчерашние сограждане – сегодня рабы. И Аристотель об этом пишет, что, значит, на положении рабов даже делали и рабами их детей, граждан. И только в восьмом, седьмом веке салон пришёл к выводу и необходимости покончить с этим. Почему? Потому что мы всё общество так сделаем, рабами ослабним, и нас завоюют другие племена. Поэтому рабство должно быть и наземных граждан. И вот Спартиаты – это первое государство, которое основало рабство и на племенных людях. Они пришли сюда вот в Лаконию, завоевали… Это дарийское племя Спартиаты. Завоевали этих акейцев, то есть греков древних, которые завоевывали Трою в своё время. И создали вот это Спартанское государство. Их племя дарийцы – это господа. Значит, ахейцы бывшие – это вот рабы, илоты там и прочие, переги. Причём, поскольку эта община аристократическая, она жила чуть ли не коммунистической жизнью. То есть общественные столовые, общественное питание, служба всех в армии, даже называли они себя равными, по-моему. И строго следили за этим. Почему? Потому что вот это разделение, оно ведёт к ослаблению, естественно, господа свящего класса. Наши тунеядцы этого не понимают. Они готовы всех нас в рабов превратить. И многих уже превратили. Теперь, нас довели до атомарного состояния сейчас. Вот за правосоюзы борются сколько людей во всех частях России и не могут создать. Почему? Потому что создан такой пресс, такое наблюдение, что, ну, рабочим трудно шевельнуться. И тем не менее они вынуждены будут шевелиться. Иначе доведут до стойла. Значит, итого, вида два. Откуда появляется третья форма? И третья форма, я наконец понял. Каждый из видов, оно приходит к такому состоянию. Вай-вай, чуть не заболтался. К такому состоянию, что не может верховная власть исполнять в должной степени и на должном уровне свои функции. И тогда оно приходит к необходимости единоличной диктатуры. Для аристократии или для олигархии – это монархия, а для демоса или ахлократии – это тирания. Общее имя родовое для них – монократия. Поэтому монократии два типа. Но господствующий класс – они это скрывали. Монархия только есть. Монархия – это форма правления, законная. А когда тирания – это что-то нехорошее. Тем более, что из аристократов там тоже иногда были тираны, еще похлеще. Поэтому вот она и возникает третья форма – монократия. Ну или от которой остался только один вид – монархия, а остался в сознании общественного. А как только у трудящихся появляется такой лидер один – это тиран какой. Как и у нас, Иосиф Сиронович, это кто? Это тиран, диктатор. Во всем мире он проклят и заклят. Что это диктатор? Наполеон залил кровью всю Европу. Герой на все времена. И сейчас он и у нас герой, в нашей буржуазии герой. Иван Минский, и французский, и везде. Наполеон Бонапарт – это герой такой. Выдающийся личный. А Иосиф Сталин – это диктатор. Ну куда? Конечно. Почему? Потому что он за трудящихся. Поэтому три формы государственного устройства обычно считаются. На самом деле их два вида и три формы. И возникает вот эта третья форма, вот она именно отсюда. Из того, что или тот или другой класс выдвигает одного и отдают ему диктаторскую власть. Причем сама эта форма в чистом открытом виде, она родилась в Риме уже, в Римской империи. Именно назначался диктатор. И вот кто читал «Спартак» роман, этот роман начинается с раздела, с главы «Диктатура Суллы». То есть в ситуации восстания, в ситуации обострения классовой борьбы власть передают диктатору, чтобы он, невзирая на законы, расправился с восставшими. И несколько раз, значит, в Риме были ситуации, когда власть отдавалась диктаторам. Причем, значит, один был диктатор, были два диктатора, были три триумвират. И было однажды десять диктаторов. Десять диктаторов – это создали комиссию в Римском правительстве для издания новых законов. Это комиссии на год. И диктаторы избирались, как правило, на определенный срок. Значит, комиссия работала – работала, потом присвоила себе право, сделала себе постоянной комиссией. И это был очень нехороший период. Вот этот вопрос хорошо исследован у Никола Микавелли. Был такой политический мыслитель. Он хорошо это чувствовал, понимал и поднял необходимость вот такой власти диктаторской для Италии конца 16-го, начала 17-го века. Что решить проблему Италии могла только такая диктатура. Поэтому Микавелли до сих пор, значит, проклинают как такого, значит, человека-ненавистника, диктатора, который использует всякие темные, значит, силы и законы для политической власти, готов там на политические убийства, на отравления и вообще на что хочет. И Микавеллизм – это такое имя нарицательное для плохого, нехорошего теоретика или политика. Значит, ну и про нессоритет, к сожалению, я не успел рассказать. Исторический тип определяется по классам, да. Какой класс у власти? Значит, рождение – алдейский исторический тип. Феодализм – феодальный исторический тип. Капитализм – буржуазный исторический тип. Социализм – социалистический. Но формы в них одни и те же. Значит, монархия, аристократия, демократия. С их извращениями или с ахлократией, или с олигархией, или с тиранией. Ну, а сущность и там, и там одна. Сущность диктатуры господствующих классов. Какая бы форма ни была, власть всегда остается у господствующих классов. Или это демократия равнодельческая, или это демократия монархическая. Она всё равно равнодельческая. Или это демократия, или это олигархия. Всё равно она равнодельческая. Все три формы – они равнодельческие. В буржуазности, в буржуазной стране, в капиталистической стране все формы буржуазные, но фактически монархии в буржуазном зрелом обществе уже нет. Они есть только в качестве такого украшения. А как самостоятельные формы монархии в капиталистическом обществе современном нет. Они используют фашизм для этого. Если им нужно особое диктаторство, они используют фашизм. Вот вопросы, которые я хотел бы раскрыть, но не дошел до суверенитета. Но скажу все-таки, что такое суверенитет? Суверенитет – это и есть самостоятельная, независимая, верховная власть. И это тоже знал Аристотель. Но у него не было соответствующего термина. Он это называет «самодавлеющее существование». Вот это переводят «самодавлеющее». А термин греческий – «автократос» – «самодержавие». «Автосам» – «кратос» – «власть» – «самовластие». «Самодостаточное существование». А переводят «автаркия». Вот еще «автаркия». Причем в наше время, в 20 веке, «автаркия» – это вот такой обзывательный термин, что вот нехороший какой-то царь Советский Союз, вот у него «автаркия». Он там замкнулся в своих границах, поставил эти самые заслоны, стены с западом и живет таким автаркическим способом. Но это коннотация вот именно 20 века. А у Платона и у Аристотеля автаркия – это самодавление. То есть способность жизни, независимо ни от кого, и свободной жизни заниматься своими делами. Мы самодостаточные никому, мы ничем не обязаны, не должны. И мы в такой форме, которая может жить вполне спокойно. Вот это и есть самодостаточное существование. Или автаркия. По-гречески. По-гречески, не по-соверенному. Вот это и есть суверенитет. И Аристотель вполне понимает, что верховная власть, она обеспечивается этим суверенитетом. Или наоборот, суверенитетом обеспечивается суверенная власть. В конце концов, это одно и то же. И только в испанском языке суверенитет так переводится в словарях. Суверенитет – верховная власть. Всё, точка. Поэтому съезд советов был верховной власти. Потом, когда, значит, съезд советов перестал играть вот эту роль, значит, оказалось, что она рассредоточилась в верховных, в высших властях сначала. Это тоже специальное устройство и рассмотрение, которое можно было бы рассмотреть, как, чем определялось единство тех ветвей власти. Потом она стала сконцентрироваться в руках генерального секретаря, который занимал или постпремьер, представитель Совета Министров, или, как Брежнев Верховного Совета, Игорь Вачёв. Представитель Верховного Совета. И вроде это была верховная власть. На самом деле уже она была в руках индивида. И выронить или овладеть ею мерзавцы, или тем более какой-нибудь ЦРУ, или там английской королевы уже мало что стоило. Но это отдельное исследование. Его тоже добрые люди ведут. Как товарищи Горбачёва представляли сначала. Яковлев был там послом, представил его канадскому премьер-министру. Канадский премьер-министр представил его английской королеве. Английская королева приняла Яковлева и Горбачёва в декабре 1984 года. Ну да, а в декабре, в марте 1985 года Горбачёв уже стал генеральным секретарем. Это было уже просто верхушечку только сломай и всё. Почему? Потому что не было народного суверенитета. А в демократии ранней, значит, верховная власть, она создавалась демосом. А потом сувереном стали короли. Короли и Папа Римский. Он максимум суверенский. Первый высший суверен. Независимый, значит, независимый епископ, независимый правитель. А от него зависели короли, которым он мог решительно не разрешить жениться. Ну ладно, давайте наконец закончим. Много, видите, новых идей возникает. Проблем, которые мы, старички, можем ещё поставить, а решить уже затруднительно. Я вот эту мучаю брошюру уже год. И вот всё не могу никогда мучить. И отставить её, отставить бросить тоже нельзя. Ну ладно, давайте делаем перерыв. Революционная, потому что она отрицает старые законы и создаёт новые свои. И Ленин и пишет по этому несколько раз. Она опирается на силу. Она не считается ни с какими законами. Но Владимир Ильич не пишет здесь, что создаются новые социалистические законы. И на свои-то она опирается, закон. И вот когда она за переходный период создаёт новое законодательство, то вот это основание не опирается на закон, оно уходит. Остаётся, опирается на социалистическое законодательство. И революционная диктатура Материата больше не нужна. Всё, старые законы ушли, новые созданы. Вперёд, полная победа коммунизма. Понятно? Спасибо. Такая конституция 1936 года. Конституция 1936 года, да. В части отмена вездов рабочих. Да, да, да. И получается, что как только построили полностью социализм, ну не полностью, а основы тогда говорили, основания, то есть базис, так сразу советы как форму практически уничтожили. То есть бытие, вот оно было, 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 да. Как только стало наличное бытие, она оборачивается к вам отрицанием, небытием. И, значит, не только диктатура пролетариата революционная начинает исчезать, вернее, исчезла, но начинает исчезать и диктатура пролетариата. Хотя сами участники, они этого не понимают. И, скажем, Ленин, он не, Сталин, он не понимал, что значит перевести выборы с территории, с предприятий на территорию. А это и есть подрыв диктатуры пролетариата. Я немножко потом еще скажу об этом. Ну что, вопросы? Какие вопросы? Вопрос по актуальности пятичленки. Ну, как бы, да, обычно, как рассматривается процесс развития формы государства. Это рабовладельческое, феодальное, феоталистическое, социалистическое, а, ну и первобытное общение. Вот, я немножко включал всемирную историю, и как будто бы, в принципе, вот это разделение на рабовладельческое и феодальное государство, оно больше характерно только для европейской истории. Ну, то есть, например, в Индии как будто бы не наблюдается вот такой ярко выраженной рабовладельческой фазы. То есть, там остается, ну, в общем-то, это община сильной, вот, то есть, которую, наверное, можно отнести вот к такому более феодальному типу. Ну, и тоже, как бы, именно ярко выраженных феодов, которые характерны для Европы, вот, по всему миру мы как будто бы не находим. Вот, неправильно ли в этом случае тогда делить просто на государство, ну, понятно, первое, первое, это коммунистическое, а потом государство, ну, то есть, хотя, наверное, уже... Нет, что-нибудь одно. Ну, или государство, или общество. Да, 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 общество. Вы взялись об обществе. Да, спасибо. Спасибо за поправку, да, на первое, на общинное общество, потом... Обжидельческое, потом рабовладельческое. Ну, вот тогда не рабовладельческое, а как будто бы объединить просто в принуждение неэкономическое, и в котором относятся рабовладельческое и феодальное общество и общество с экономическим принуждением, потому что, ну, возвращаясь к началу, как будто бы вот это деление на рабовладельние и феодализм, оно характерно только для Европы, ну и там, передней Азии. Значит, рабовладельние в Азии тоже было. И Марс в этом смысле говорит об азиатской формации, в которой такого вот частного рабовладения не было. И, кстати, и я вот когда начал говорить о спортиатах, и о рабовладении иноплеменниками, то это речь и идёт об этом, что, значит, рабов стали завоёвывать, то есть перестало быть рабовладение для своих, и только крайние случаи были, значит, крайних, видимо, таких вот людей, крайне нищих уж делали какими-то там рабами, или они сами делали. Диагент сделал себя, продал себя на рынке рабовладельническом одному мужику, встал к работорговцу и кричит прохожему, слушай, возьми меня, значит, рабов. У тебя два сына, я помогу тебе их воспитать. Вот он у него поработал, года три-четыре воспитал парней, научил их математике, литературе, борьбе, бою кулачному. Вот, потом он говорит, что, ну ладно, я у тебя поработал, принёс тебе много дохода, теперь я пошёл. И пошёл. Тот вроде кинулся. Парня, мол, давайте-ка мы его это самое, образуем. Но парни говорят, что не надо, он нам взял, пусть действительно идёт с головой. Да, но дело не в этом, а дело в том, что, значит, вот рабство двух типов, да, рабство превращения в рабов соплеменников на ранней стадии, и, значит, захват в рабы чужих, иноплеменников, как вот Спарта начала действовать, а потом Афины начали действовать. И это было более развитое работение. И мы его, как правило, имеем в виду. Это вот я сейчас стал заниматься вот этими вот суверенитетом и Верховной Властью, и понял, что вот две стадии. Действительно, мало выделилось в истории советской историографии, выделился период революций, аграрных революций, где-то как раз в VIII-VI век до нашей эры, вот когда и Солом появился. Был аграрный кризис, что, значит, не стали одни рабы, и мало рабоводельцев, и, значит, поток товаров этих, вот земледельцев, он как-то истил. И неэффективная работа стала. А главное, они, рабы, начали поднимать смуты. То, что среди своих быть рабами – это, понятно, униженное положение. А когда перешли общество на завоевание рабов чужих, значит, возник мощный такой экономический рост. А на Западе там это сразу же было фактически. Почему? Потому что в силу экономики, которая развивалась в Азии и в Африке, на севере Африки, вокруг больших рек. Вот не морские державы, как Рим и Крецк, а вокруг больших рек. Тигры и Фрат, там, это самое, Хуанхэй, Ядзи, Ядзи, вот другие. Там, вокруг Нила на северной Африке, требовались большие общественные работы. Их можно организовать только среди единоплеменников. А рабов тогда надо получать где-то. Отсюда вот эти вот войны бесконечные, вот в этом регионе Ближнего Востока, которые сейчас не закончили. Поэтому, да, еще надо один момент сказать, что вот эти общины, они разные в разные времена. Одно дело родовая община, другое дело, община гражданская в Афинах. Ровладельцы, они тоже представляют собой общину, особенно спорттеатры. Это самая настоящая община. Община господ, община аристократов. И в нее никто не допускается. И следиться, чтобы между общинами никами было разница. Поэтому они, общины, с одной стороны, доживают до 20 века в России. В Англии до 16 века, Маркс в Капитале пишет об уничтожении крестьянских общин в Англии в 16 веке. То есть они как бы, ну, пронизывают всю историю. Остаточные формы вот дожили до 20 века. Поэтому, ну, тут есть всякие перекачки, всякие соответствия, варианты одного и того же. Но Маркс и Энгельс, они вот эту классическую схему создали. Эта схема все-таки идеальная. А как там в разных регионах это делается, это требует особого исследования. Ну, вот в частности, за счет теории общинного способа производства. Что там экономика, базирующаяся на массовом труде орошаемых земель, она требует некоторой коллективности, некоторой общинности. Не только по земельной общине местной, но и общины в смысле государства. Организованная государством большая, это с эти общей с людей, которые занимаются, значит, такими крупными общественными работами. Поэтому, с точки зрения теории, тут ничего другого просто не придумаешь. Она и логическая чисто схема, и соответствует более-менее реальности. Придумана она Фихте. Впервые Фихте разделил историю на пять частей. Причем, можно разделить, она делится и на три части. Первая – неэксплуататорская формация. Вторая – эксплуататорская формация. Третья – опять неэксплуататорская, коммунистическая. Но вторая – она сама, в свою очередь, состоит из трех – ровнений, феодализм, капитализм. То есть, некоторый такой трешленный ритм. Ритм понятия, как говорит Гегель. Он и логически вполне оправдан, и, по крайней мере, для видимой истории, он и реально подходящий. Другой никто ничего не придумал и не высказал, за исключением каких-нибудь таких специальных отрицателей марксизма. Скажем, там, антикоммунистический манифест есть американского исследователя. Или еще там какие-то. Но отрицательные. Скорее, вопрос в том, что как будто бы ярко выраженный этап рабовладения и ярко выраженный этап феодализма, он характерен для Европы и Передней Азии. Да, он даже для России не очень характерен. Для Китая не характерен, для Японии, для Индии. Не очень характерен, но он тоже был. И, скажем, холопы наши, и чили всякие, но фактически на положение работы. Фактически на положение работы. Хотя и в какой-то смягченной форме. Но и смягченный тоже на каких-то таких, видимо, экономических условиях. Что вот это засечное земледелие, оно требует массового применения труда. Еще там какие-то вещи. Поэтому у нас рабовладение... Потом, и время уже в истории запоздало. Уже развелось христианство. А религия и сознание общественное, христианское, оно, в общем, отрицает рабовладение. Человек свободен по определению в христианстве. Если вы считаете, что Христос – вас Бог, то ваш Бог вам говорит, есть ни Эллина, ни Иудея, а есть христиане, люди. Люди свободны. Я научу вас истине, истину сделаю и вас свободны. Поэтому с рабовладением, в общем-то, было и покончено со времен Христа в развитых странах. Оно тоже было. В каких-то формах там оно сохранялось. Но как господствующее отношение, оно прекратилось. На Востоке и в Индии, то есть на Дальнем Востоке, в Афгани, в Китае, феодализм-то был очень развит. Ну, да. Но он говорит, что феодализм был развит, а Раблудей не был. Не так ярко. Феодализм не в классическом понимании, когда там маленький феод есть, то есть там скорее история именно про то, что лично независимый от рабочих земли веществовал, из-за типа христиан. Вассал моего вассала, не твой вассал. Ну да, но в какой-то системе это бы особое веществовало? Я-то думал, вопросы будут по суверентиту, а чего-то нет вопросов. У меня вопрос вопросов о системе управления, там их, по-моему, можно найти более поздно опубликованных работ в Афганистане было замечание, что в какой последовательности возникает следующая система управления, сперва бытно вообще не устроена. Значит, что-то было регламентное, потом в владельческом феодальном административной системе это то управление преобладали, при капитализме это экономические метры управления. В такой же степени они при ликвидации этих эксплуататорских обществ, строев соответственных методов управления, они исчезают в обратной последовательности. То есть должны сначала исчезнуть экономические методы управления, потом административные, а потом, значит, когда процесс самозасыпания государства, государства будут только регламенты на это управление. То есть по типу делай, как я, учись более опытом, более старше. Не знаю, что-то как-то это такая венегрет какой-то. Административное администрит это управление, административное управление это масло масляное. Администрация. В армии принято административное управление и государство и статус. Я вам говорю, администрит, это переводя на русский язык, управлять. Это управление. Административное управление это деревянное, это масло масляное. Администрация, смотря какая администрация имеется, подразумевается обычно государственная администрация. Администрация может быть и иная, не государственная. И будет она не государственной администрацией. И вообще эта проблема сводится к названию. Просто дело в названии. Верховный суверент обладал суверенитетом, да, получается? Когда в начале осуществления нет, вот то-то оно, что это не было суверенитетом. Суверенитет это самостоятельно верховная власть. Верховная власть. А Верховный Совет – это не Верховная власть. Верховная власть, она сосредоточивается в руках одного человека? Нет, она может быть, суверенном может быть один человек, король, да, он на сувереннее, сувереннее, и называют обычно сувереннее короля. Как тогда? Извини, нет, не договорились. Теперь, суверенном может быть собрание, Верховная власть может принадлежать собранию. Скажем, в этом смысле демократия равнодельческая, поскольку она государственная власть, значит, народное собрание, а это и есть суверен. Теперь, Съезд Советов – это и есть Верховная власть суверен. То есть суверен может быть и единоличным, и коллективным. Причем коллективным в разных видах, в разных странах. Ну, как тогда получается? От коллективного суверенитета, правильно ли выражать? Перешла… Как переход осуществился к одному человеку, если вот… Иосиф Астреонов уже обладал суверенитет, как Верховная власть? Так я и говорю, как, значит… До 36-го года Верховной властью по Конституции был Съезд Советов. Он Верховная власть, он суверен. После 36-го года, во-первых, значит, Съезд Советов, он перестал базироваться на предприятиях, а избирались граждане, поэтому он потерял характер социалистический. Во-вторых, Верховный Совет стал органом не властью, а органом власти. Высшим органом власти. Не Верховным, а Высшим. Высшим законодательным органом. Высшей законодательной власти. Суверен, вообще говоря, у него несколько функций были. Вот Гоббса отмечает там 10 или 12 функций. В том числе Суверен осуществляет законодательную власть. Суверен осуществляет право войны и мира. Суверен обладает властью миловать и наказывать, применять смертную казнь. Рассудить, какие идеи правильные, какие неправильные. Что правильные, что неправильные. Что истинные, что не истинные. Какие учения правильные, какие учения неправильные, их надо запретить. Это тоже действительно важнейшая вещь. Ну и несколько вот таких. И это права суверенитета. И вот, скажем, в первой советской Конституции, там исполнительная власть имеет почти все те же функции, что и Верховный Совет. За исключением двух. Значит, право объявлять и заканчивать войну и право по смертной казни. Только она. А, и изменять Конституцию. Изменять Конституцию может только верховная власть. Но это тоже право издавать законы. Конституция – это основной закон. И это делает только верховная власть. И сегодня, значит, издает законы верховная власть. И изменяя законы и Конституцию – верховная власть. Но у нас нынче верховная власть фактически является, Гельцин, она называется «глава государства». Глава – это если вот перевести «император» с латинского, там есть и слово «глава». Император. Он обычно руководитель военных, военной части государства, да, военный предводитель, военный может. И глава государства. Так именно написано в словаре «глава». Поэтому, когда его называют главой в Конституции нашей нынешней, он, значит, такой император – глава. То есть из него сделать императора ничего не стоит. И у меня ощущение такое, что некоторые товарищи его и мастят в императора. И фильм сейчас идет «Союз спасения». И там подходит сенатор, и говорит Релееву, что приводит к тому, что русские будут убивать русских. И вот, значит, забыл, кто, не Кахельбеккер ли выстрелил? Выстрелил этого самого… Леворадовича. Каховский? Нет, Каховский тоже. Каховский. Значит, Меладыч падает от крови весь. Но потом царь, не царь, а он еще никто, из пушек стреляет и по армии, и по солдатам, и по народу. Из пушек, кровища, хлеща. Если вы такие гуманные, отойдите в сторону, дайте Сенату решить этот вопрос. Кстати, Сенат в этой ситуации, он был во верховной власти на какой-то момент, пока вот это кончится ситуация. Но они же так не пошли. Поэтому в памяти народной декабристы останутся декабристами, героями. Как там у Пушкина по этому поводу-то? Оковы тяжкие падут, и братья меч вам отдадут. А? Свобода вас встретит радостного ухода, и братья меч вам отдадут. Я хотел бы вернуться к вашему высказыванию. В течение лекции вы говорили, да, про Иосифа Иосифовича. Тем более, вчера было 71 год. Да, да. Может быть, я сейчас как-то субъективно вас понял, но вы говорили про следующее, что из-за войны власть сосредоточилась в руках Иосифа Иосифа Ивановича. И после его смерти, ну, большинству власть, да, свалилась в Иосифа Ивановича. У меня, соответственно, вопрос как бы из двух частей состоит. Первое, а Иосиф Иванович не понимал, что он сконцентрировал в своих руках вот эту вот, ну, не абсолютную власть, да, верховую власть. А и второе, соответственно, его окружение тоже этого не понимали. И почему они тогда не предприняли ничего? Я скажу, ведь с момента войны уже прошло до его смерти порядка восьми лет, да, и за вот это время ведь можно было же диверсифицировать, как это сейчас можно, да, это слово. Да, да. И это понятие, как ее... Можно было и нужно было. Но, и он пытался, кстати, он же просил освободить его от этой должности. И даже от каких-то там его освободили после войны. Многие функции он все-таки отдал. Вот. Но его товарищи не отпустили. Кстати, и Брежнев тоже просился отпустить его, его тоже не отпустили окружение. И тоже надо было против окружения пойти. Причем там было много хороших людей у Сталина в окружении вот этих молодых генералов, которые вытащили на себе всю войну. Вот. Ну вот... Отчасти он привык. Отчасти он уже устарел. Уже он был не вполне здоров. Еще там какие-то соображения. Ну, в общем, так или иначе до этого не дошло. Это очень жалко. Вот. И эти уже состарились. Им-то уже там было 60 лет. В 1953 году Хрущеву было 57 лет. 59 даже. 59 лет. Тоже уже пора на пенсию собираться. Вот. Так что... Не знаю. Было все так удобно. Не знаю. Всем все было удобно, да. В конце концов, видимо, и Сталину. Хотя надо было, конечно, уходить. При чем? Вот я из всех этих смертей сделал такой вот, что 70 лет высшему верховному руководителю и вообще всем руководителям верхнего уровня надо уходить. Почему? Потому что вот Сталин 70 лет, он начал болеть, по два месяца отдыхать, дела выпускать из рук. Его стали обманывать. Хрущев. В апреле 1964-го ему исполнилось 70 лет. Фанфары били из всех чайников. В октябре его сняли. Зачем позорите партию и государство? Иди ты на пенсии, тебе 70 лет. Брежнев. 72 года его развил паралич. Ну, иди ты на пенсию уж больной-то с параличом-то. А надо было в 70 уйти, и все было бы нормально. Подросли уже люди, но его тоже не отпустили. Ему когда было 70? В 76-м году. Ушел бы, прошла смена власти. Там были хорошие, зрелые люди в то время. И я думаю, что они могли бы провести хорошие, настоящие социалистические реформы. Значит, Брежнев. У Шандропов это нонсенс. Я не понимаю, из каких соображений он пошел во власть, и его привели к власти. Я думаю, что это была просто спецоперация. Про Черненко тоже это нонсенс какой-то. Это совершенно ненужная вещь. То есть этого уже сформировалась геронтократия, а она базировалась на индивидуальном суверенитете. Вот этот индивидуальный суверенитет, он фактически мог делать все, что хочешь. И Полинбюро там уже фактически не действовало как коллективный орган. Поэтому такой мерзавец, как Яковлев, мог там делать очень много. И он фактически провел Горбачева власти, он провел переговоры с Громыкой, с Примаковым, с другими людьми. И они организовали выборы Горбачева до такой степени, что даже смогли через СРУ задержать Щербакова в Америке, чтобы он не явился на заседание Полинбюро. Это тоже была спецоперация. Но это возможно, когда суверенитет в единственном числе. И вообще, когда суверенитет в единственном числе, с ним очень просто дали Павлу Первому по голове, и суверенитет сменился. Этот суверенитет был в связи с Францией, с французской политикой, с Наполеоном. Привели суверенитет, который стал связан с английской политикой. И это была спецоперация английская. То есть, вот этот суверенитет монократический, он ни в какие ворота не идёт. Хотя нас вот эти как раз работодельцы Романовы убеждали, и учёные убеждают, что Россия – могучая страна, ну и вот ей нужен вот такой правитель самодержится, чтобы держать там всё в руках. Он держит. Бывает, что он держит. Бывают такие цари. Скажем, Александр Третий, но вот он, кажется, был таким царем. Но это очень неуверенность. Дали по голове и всё. – Романовы и всё, что феодалы они? – Феодалы. – Вы сказали, что молодежь. – Они феодалы рабовладельского типа. Держали народ в рабстве фактически до 1861 года. Крепостничество суровое, двойная эксплуатация. Они сами сидели у нас на шее ещё. Значит, Англия через них кормилась за счёт России. За лес и сало возят к нам побрякушки для женщин. Шляпки, бусики. То есть это, конечно, это преувеличение, но это такая рабовладельческая династия. Да вот даже кино – это союз спасения – это идёт. Цари, офицеры, разукрашенные, расфранчённые там, как бабы. А солдаты в солдатских этих шинелишках стоят там целый день на этой дворцевой площади. Мёрзнут. Сирые-сирые. Издеватели Романовы. Поэтому и себе они жизни не давали. Сколько из них поубивали, сами же они. Одна Екатерина Ивана Антоновича пришибла, супружника своего Петра Третьего, Павла Первого сын фактически с позволения сына замочили. Ну и так далее. Так что, рабовладельческая она династия. Я имею в виду, ну, по характеру, не по сущности. Сущность, конечно, не теодальная. А эксплуатация суровейшая русского народа. И почему отставание? С одной стороны, прогресс там в ремёслах. Скажем, первый электродвигатель где был изобретён? В России. В 1834 году на Неве прошла первая, значит, лодка, ладья с электродвигателем. Взрыватели электрические были в России изобретены. Теперь трёхфазный двигатель. Ну и так далее. Там наука российская была замечательная. ИТ-техника ядрами России в конце 18-го, начале 20-го века снабжала всю Европу. Суппорт был изобретён Петровским, значит, ремесленником народовым. А во Франции только в 1794 году суппорт изобретён. Ну и так далее. Паровую машину у нас крестьяне и железную дорогу изобрели, сделали в период Англии. Это, значит, всё тормозилось Романовыми. И слава богу, что всё-таки самые из них честные и совестливые, значит, декабристые, вышли и выступили против этого. И честь, и слава сохранит народ. А эти мерзавцы опять нам будут рассказывать, что какие нехорошие революции. В русских революциях русские убивают русских. Так не убивайте. Не вас народ убивает, а вы убиваете народ прежде всего. Так что вот почему я называю рабовладение. Ну, как их революционеры и называли часто рабовладельцы. А по сути, посерьёз теоретически, конечно, это феодализм, но в суровых формах. Ну, ладно. Так что суверенитет я понял, что это такой непростой вопрос, что даже и вопросы по ним ещё не возникают. Но они возникли. Они возникли. Почему? Потому что вот сейчас Путин и по телевизору каждый день. Медицинский суверенитет, технологический суверенитет, ещё там какой-то суверенитет. Хозяйственный суверенитет. Это уже дошло до глупости. Какого технологического суверенитета вы хотите? Чтобы вам никто ничего не давал? Не ходи в технике. Чтобы наши учёные не работали с западными учёными, вместе не развивали науку? Не надо бы до этиатизма доводить дело. Суверенитет – это именно политическое явление, политическое свойство государства. И он может быть или монархическим, или олигархическим, или народным. Народный суверенитет был завоёван в 1917 году и продержался он ровно 20 лет. С 1936 года Конституция изменила суверенитет. Народный суверенитет изменил свой характер. Определение осталось социалистическое государство. А характер его изменился. Он перестал быть вполне народным. Раньше он именно опирался на предприятия, на рабочий класс, на предприятия. А теперь предприятия из него были вынуты. И мы предстали атомами, гражданами. Идём и отдаём свой голос за неизвестно, чаще всего за неизвестно кого. И это принципиальная вещь. Это принципиальный подрыв основания государства. Благо тому, что верховный власть... Значит, я сейчас забыл фамилию, в статье я пишу. Из народа такой был человек. Теперь Верховным Советом продолжал рабочий Михаил Иванович Калинин руководить. Партии рабочий Сталин из рабочих. И традиция ещё была, власти верхние все были из рабочих. Она продолжала по инерции быть социалистической и народной. Но как только переумирало это поколение людей, так всё завершилось. Кстати, в 1985 году не случайно начались вот эти реформы. Почему? Потому что последние, кто воевал в Великой Отечественной войне, вот они как раз вышли на пенсию в этом году. Вот мой отец с 1984 года. Вот он в 1984 вышел на пенсию. И следующий ещё год немножко повоевал. Там в 1926-1927 годы их призывали, но они уже в военных действиях не участвовали. А так учились где-то в обозах и так далее. Вот они вышли на пенсию, и вот таких граждан, участвовавших в войне, их больше в рабочем состоянии не осталось. И начались буянства и преступления Горбачёва. Причём вот не до вчера мне попался Алиев, воспоминания Алиева, отца. Он говорит, Горбачёв сначала вроде к нам хорошо относился, а через некоторое время, когда вот избрали его особенно генеральным старём, стал как-то… Его отношение к нам резко изменилось. Понятно, что… Забурел. Забурел сразу же. Резко изменилось. Почему? Потому что он суверен. Вот в этой ситуации он суверен. И ничего тут не поделаешь. Поэтому он там менял этих начальников, партийных функционеров по несколько раз. В Москве там за два или за три года, раза по два, по три изменилась старая коммунская верхушка. И занятие закончилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова